В человеке должно быть всё прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Антон Палч Чех. 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 Вот стою, грущу, курю, подходит Волонсевич ко мне. Случай играет многое в жизни, оказывается. Подходит и говорит, что ты грустишь? Я говорю, да вот, ну и может быть ему слегка так рассказал, что к чему. Он говорит, знаешь что, поехали в Жирновск. И я, не задумываясь, уехал. Тогда генеральный был Шекин, он на меня смотрел. Такими глазами, как это с объединения, опять уехать в деревню. Ну, или в город небольшой. Ну, это что-то такое вообще. Но я категорически решил ехать. А почему ехать? Мы с ним договорились, что мы создадим группу анализа. У меня будут люди, и мы будем заниматься только анализом геологической обстановки. Там, где можно чего-то, как говорится, найти и так далее. И мы тут же как-то быстро открыли Терсинское месторождение. Это было в те времена. В те времена. Тогда рифов еще не было. Не было рифов. Вот это сама Котовская открыли. Там это сама Мирошниковская. Ну, как-то только та зона, и все, больше ничего. И Жирновск испытывал очень большие трудности. Жирновское бурение. Они вообще живут в развитии нефтедобычи. Вот. И мы открываем Терсу. Просто вот карандашом. Ничем-нибудь там не геофизикой, ничем, а карандашом. И тот он как-то вот как прорвало. У меня пошли открытия. На Добринке газоконденсатные два открыли мы. Потом Демьяновка, Авражная. Вот. А потом уже подошли к памятному. Вот. И тут сразу группу месторождений открыли. Вот. И тогда Жирновск встахнул. И тут и для буровиков работы появилось в море. И для добычков и так далее. Вот. И, ну, естественно, вот эта вот моя, как говорится, ну, работа, как бы так помягче сказать, не особенно, это самое, ну, старательность, что ли, там, это самая успешность, там, и так далее. Она привела к тому, что, в общем-то, ну, какие-то, в общем, виды на меня уже объединения имел. Александр Сергеевич Саблин очень талантливый, с хорошей геологической интуицией специалист. Начинал он, собственно, в Жирновске работать, в Жирновском УБР. Здесь вырос, ездил в командировку в Алжир. И сразу же он проявил хорошие аналитические способности. Он умело анализировал и умел выделить главное в формировании геологических месторождений. Человек, он в чём-то так даже сложный, можно сказать. Во-первых, очень большой человек настроением. Поэтому при работе, когда он работал у нас, уже на него рассчитывали, что он должен заняться поиском новых месторождений, нефти, ему было предоставлено как главному геологу полная свобода. Он мог выходить на работу, мог в какой-то день предупредить, что я сегодня буду работать дома, это нормально. Вообще он ярко выраженный жаворонок. Мы соседи были и знаем, что он где-то в часов пять вставал, начинал работать. И рано ложился спать. Сделано им очень много не только для жирновчан, но и для всего объединения. Открытое, по его рекомендации, памятно-сассовское месторождение. Кстати, Сассовское в самом названии, это геофизики его назвали Сассовским, Саблин Александр Сергеевич. Его инициалы зашифрованы. Они позволили увеличить добычу нефти с где-то полутора миллионов тонн в год по объединению до трех миллионов с лишним. И сделали наше объединение привлекательным для Лукоева. Вот сейчас у нас критическое состояние. Нет прироста запасов нефти. И в принципе идет сокращение работ, сокращение людей. Такая ситуация назревала в конце 80-х годов. И только вот открытие памятно-сассовского месторождения позволило избежать этого. Сделало Нижневолжскнефть привлекательным для Лукоева. Вступление в Лукоев тоже для наших жителей Жирновска стало, значит, очень положительным моментом. Многие пенсионеры получили негосударственные пенсии, работали каким-то образом, увеличились объемы, зарплата увеличилась у работающих. Я считаю, что мы все должны быть благодарны ему за то, что он сделал. Привычка вставать ни свет ни заря появилась у Александра Сергеевича с детства, когда надо было помогать семье. Затем учеба, экзамены, дальше долгие дни работы над картами, длительные командировки и экспедиции. Сегодня первооткрыватель нефтяных месторождений продолжает свои открытия, но уже в области садоводства и огородничества, делая их, как прежде, геологически уникальными. Посадил деревья, вот, канадский клён, берёзы. И здесь, смотри, где какая-то самая. И черёмуха, и липа, и берёза. Канадский клён. Вот. Это... Здесь чего только нету, да? И это, сосна. Нет. А это пикта. Вот. И вот я думаю, когда здесь всё вырастет, здесь будет очень красиво, правда? Там вот и скамейки, там этот лимонник китайский этот начинает хрустить. Глубники насадили, чтобы мои внуки приехали. Они же куда кинуться вперёд? Горох. Да. Глубнику. Там смородина. Там крыжовник. Там и малина. Там и так далее. Они же не влазят оттуда. Они всё время вот пасутся в этом мире. А потом виноград пойдёт. Понял. Поэтому мне это дело, как говорится, я мог бы килограмм его и купить, поэтому винограда. Но вот для этих пацанов надо... Жить. Надо жить, надо делать, надо... Понял. Каким вы видите вот будущее нашего нефтяного края здесь? Будущую судьбу жирновской нефти нефтяных? Ну, я бы хотел видеть её, конечно, та самая благоприятная, благополучная, и чтобы люди здесь жили достойно, чтобы не уезжали, чтобы нефтяная промышленность здесь развивалась. Я вам рассказывал, что здесь ещё достаточно много можно открыть месторождений мелких. Не исключено, что и крупные месторождения могут быть. Поэтому я думаю, что здесь просто нужно работать. Хорошо, настойчиво работать. Вот я это самое. Этого хочу и пожелать. Вот это да, я хочу пожелать. Это самое. Тем, кто занимается разведкой. Вот я хочу пожелать им, чтобы они работали. Работали. И верили, что всё. И верили. И работали и выходные, и проходные. И всё. Получали достойную зарплату. Ну, конечно, и достойную зарплату. Когда будет работа, когда будет всё идти хорошо, будет и зарплата вовремя, будет и всё, и всё нормально. А сейчас я разговариваю с буровиками, они как-то неуверенно себя чувствуют. Вот не всё у них хорошо складывается. Ну, есть работа. Ну, как-то всё это вот, как-то, как говорится, немножко тонко. Вот у вас мёртвы порвётся. Вот. А надо так, чтобы всё было надёжно. Чтобы надёжно. Чтобы с перспективы с какой-то люди работали. Чтобы знали, сегодня мы вот здесь работаем, а завтра у нас вот здесь ещё перспективные земли. Вот здесь мы будем работать. И так далее. Вот я вот так вот думаю. Жизненным кредо Александра Сергеевича Саблина всегда были три слова. Работать, работать и работать. В свои 63 года он и сегодня предан земле, как когда-то геолог земным недрам. Ну, а нынче, как простой пенсионер на своём садовом участке. Саблин Александр Сергеевич. Родился 22 июня 1941 года в станице Павловка Краснодарского края в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1959 году в должности оператора по добыче нефти и газа Жирновского нефтепромыслового управления. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности инженер-геолог. В разные годы возглавлял геологические службы в Жирновском УБР, НГДУ, Объединении Нижневолжск нефть. За высокие заслуги в развитии нефтегазодобывающей отрасли награждён орденом «Знак почёта» лауреат премии правительства Российской Федерации, кандидат геолога минералогических наук. Женат, имеет двух дочерей и пятерых внуков. В настоящее время на заслуженном отдыхе живёт в городе Жирновске.